Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ангелина, и сегодня у нас с вами вторая часть выпуска «Вопрос-ответ». И в гостях у меня доктор Кравцев. Сейчас такое время, что очень многие люди страдают болезнью. Я, возможно, не скажу тебе правильно, но ты меня сейчас подкорректируешь. Все говорят, что, например, больная щитовидка. Что это значит? Откуда это пошло? Как вообще получается так, что, например, у человека больная щитовидка? Это болезнь? Ну, соответственно, тут вопрос, что подразумевают под словом больная. У нас есть ряд просто дефицитных состояний, когда не хватает йода или селена. Это все можно замерить, йод лучше замерять в моче, а селена в виновной крови измеряется. И таким образом это получается, ну, мы не можем сказать, что это заболевание самой щитовидной железы, потому что ее функция не поменялась на этом. Есть другая ситуация, когда мы делаем УЗИ пациенту, и мы у него находим включение щитовидной железы, или, как бы это странно не звучало, у щитовидной железы есть пара щитовидная железа, которая как бы внутри такая, как бабочка. И она как раз занимается регуляцией, там, пресловутого и кальция, если так условно, коротко, и Д3. И много других процессов тоже регуляции происходит. Бывают такие более тяжелые случаи, когда в ней находятся тоже, рядом с ней, там, какие-то новообразования, происходит изменение аппарата гормона, кальцио-тонина, и все это сказывается безумно на, ну, чаще всего на полном двигательном аппарате. Вот тогда мы говорим, больная щитовидная, ты надо что-то с этим делать, или медикаментозно, или даже хирургически, в зависимости от характера новообразования, в которых мы нашли. И причины новообразования здесь точно так же, как злокачественных, так и доброкачественных на сегодняшний день, если только мы выявили только факторы риска, среди которых банальности, то есть от здорового питания до курения, алкоголя и так далее. Но в первую очередь, единственное, что на данный момент современная наука доказана абсолютно верно, это сменена следственная анамнез, или, по-другому, можно сказать, генетическая детерминированность человека к этим заболеваниям. Вот это доказано. Остальные какие-то причины из разряда это потому, что вы там алинина не едите, условно, на какой-нибудь, такого нет. То есть сказать, вот почему эти 10 человек у них есть, но образования у вас нет, ну, на сегодняшний день сложно, если исключить там генетичную детерминированность. Вот как раз-таки ты сказал про оленину, питание как-то влияет вообще в целом на, так скажем, все вот эту вот какую-то болезнь, потому что, например, я очень часто слышу такое, то, что там вот мне это нельзя, то нельзя, мне больная щитовидка, или там они этим пренебрегали, и теперь у меня больная щитовидка. Или это вот, как это сказать, это их личное какое-то мнение, или на самом деле происходит вот по такой, может ли прийти по такой причине, в плане питания просто. Ну, заболевание, если мы рассматриваем заболевание поджелудочной железы, то это всегда 100% из банан-монезапицента происходит историю нарушения питания. Если мы говорим про щитовидную железу, то здесь такой корреляции нет, пока щитовидная железа здоровая. То есть заболеть, условно, там, условно, заболеть, если мы используем такой специфический термин, вот, щитовидная железа не может от неправильного питания, если мы рассматриваем какой-то, ну, просто там человек пиццу ест, условно, да, может от полученных токсинов такое случиться 100%, но, как правило, здесь непитание, чаще вредное производство, ну, и мы не рассматриваем состояние какой-то алкоголизма, да, сейчас вот про это вот не говорим, вот, опять же, токсинов, даже вредной пищи, даже как-нибудь Макдональдс, ну, не столько много, то есть здесь нет каких-то прямых корреляций доказанных, вот. Но, как только у вас появилось заболевание, там, какой-нибудь гипертиреоз, и мы говорим, что это, соответственно, всё, есть и новое образование, и так далее, щитовидная железа, то есть здесь идёт каскад гормональных реакций, здесь уже человеку действительно необходимо переходить на специально под него подобранное правильное питание, индивидуальное, что важно. Ну, то есть, может быть, у него и не будет каких-то таких, ну, условно, не будет стандартных рекомендаций, что ему нельзя там есть какую-нибудь пиццу, может быть, ему нужно будет есть ограниченное количество конкретно ему пиццу, и ничего ему с этим не будет, а вот продукты, содержащие йод, мы ему исключим водоросли, морепродукты какие-то, соль, которая содержит, ну, может, йодированная соль содержать йод, если, опять же, найдём в него крови соответствующие показатели. Спасибо большое за ответ. Более понятным стало, потому что, опять-таки, вот многие просто ставят себе какие-то самодиагнозы, и, ну, очень часто с этим сталкиваются, что у них там больная, например, щитовидка, ещё что-то у них больное, они вот даже не знают, на самом деле, никуда не обратились, но они больные. Мы почти подходим к завершению. У меня такой вопрос, чтобы людям, наверное, было более понятно, кто такой врач-эндокринолог, зачем мне к нему обращаться, и есть ли какая-то, так скажем, степень, уже последняя инстанция, когда, вот, например, мне нужно к эндокринологу? Ну, конечно, есть и последняя инстанция, когда вам срочно нужно к эндокринологу, и, как правило, все эти последние инстанции заканчиваются, чтобы, допустим, скорая вас привезла в больницу с какими-нибудь там гипертонией, чем-то ещё, и уже кардиолог вам говорит, вы знаете, возможно, у вас, соответственно, это произошло на фоне щитовидной железы, вот, идите скорее, бегите к эндокринологу, проверяйтесь. Эндокринолог – это врач, который, соответственно, исследует все ваши гормоны. По-другому можно сказать, что ваш обмен веществ, ваш гомеостаз не разгоняет ни в коем случае гомеостаз, потому что само слово, понятие гомеостаз можно перевести как некий баланс. То есть эндокринолог – это способ привести в себя свой организм в некий баланс в первую очередь. Да, иногда это, ну, у пациентов требует принятия каких-то специфических медикаментозных препаратов, чаще всего не гормонов, как, ну, женщины там боятся усы, у них обязательно вырастут от посещения эндокринолога. Вот, нет, нет, просто бывают медикаментозные специфические препараты, которые воздействуют на изолированные какие-то рецепторы, на что-то еще, то есть это не гормоны, но они позволяют вам вернуться, ну, в состояние естественное, да, то есть состояние гомеостаза, состояние баланса. Вот, и все. То есть, по сути, эндокринолог – это врач, который занимается регуляциями всех процессов в вашем организме, ну, по-хорошему должен заниматься. Вот, от питания заканчивают приемами каких-то БАДов, препаратов, все индивидуально, опять же, это все происходит как доказательная медицина, мы каждую свою рекомендацию подтверждаем анализами крови, а не просто с потолка берем. Поэтому в основном 30% людей, которые ко мне приходят, их кто-то там с ними занимался по интернету, или какой-то тренер без крови дал им препарат, дал им гормональные таблетки какие-то, или назначил какое-то питание, а потом вот недавно только женщина приходила, тренер назначал ей питание, вот, и потом, соответственно, у нее возникла язва, вот, и, соответственно, ее с кровотечением сональному увезли ночью, вот, да, поэтому, соответственно, чтобы таких моментов не происходило, лучше получить у врача рекомендации, потому что врач сначала происследует, да, это будет дороже, потому что вы заплатите за узильничную тысячу рублей, но вас сначала происследуют, а потом уже дадут рекомендации, чем нежели тренер скажет, я так делал, я похудел, значит, и ты худеешь, да. Вот как раз-таки про гормоны тоже очень интересный вопрос, пока мы затронули эту тему. Очень много людей сталкиваются с такой проблемой, в большинстве это, наверное, девушки, женщины, что у них происходит гормональный сбой, и у многих как раз-таки идет вот набор лишнего веса, и из-за этого очень сложно выйти, в том плане, что питание как бы вроде сбалансировано, вроде ты питаешься правильно, включаешь сюда спорт, но вот этот лишний вес, а иногда он достигает там несколько десятков килограмм, его очень сложно скинуть, и я понимаю, что для девушки и женщины это очень большая проблема в плане того, что это не личная жизнь, это не своего, так скажем, настроения, потому что, ну, ты смотришь на себя в зеркале и понимаешь то, что, например, я там была 60 килограмм, а сейчас я там, не знаю, 80-90. Как вот из этого состояния выйти? Нужна ли здесь вот даже, я бы спросила, помощь психолога, то есть, ну, чтобы поддерживать человека, и как раз-таки как-то эндокринолог вот с этим связан, вот, гормональный сбой, вот, интересует больше, как из этого выйти? Ну, естественно, если мы говорим о том, что у человека идет набор лишнего веса, особенно если мы конкретно используем цифры, у нас есть цифры в гостах, это талия у женщины выше 90, вот, размер, это прям уже повод просто направить терапевта, повод терапевта направить, соответственно, к эндокринологу. Есть пресловутый индекс массы тела, который, наверное, все читали, знают и так далее. Но суть какая? Эндокринолог 100% занимается работой с лишним весом, это тот врач, который непосредственно этим занимается. То есть, ну, наверное, даже гастроэнтеролог, он так сильно этих вопросов не касается, как эндокринолог, потому что, опять, что такое лишний вес? Это всегда инсулинорезистентность. А теперь вспомните, да, всех этих вот, напишите нам в комментариях, женщины, кто нас смотрит с лишним весом, поликистоз, у большинства. А причина поликистоза, это причиной поликистоза кроется в инсулинорезистентности. И таким образом мы получаем не только внешнюю, да, которую там вот согнать этот джин и все, получаем внутреннюю причину, внутреннее заболевание, которое в том числе в будущем может сказаться на вашей способности к репродуктивной функции. Вот, поэтому, соответственно, важно эти факторы учитывать. И женщину с поликистозом, и женщину без поликистоза мы будем лечить и давать ей разные рекомендации. Женщину с нарушением менструального цикла и без нарушения менструального цикла мы будем давать разные рекомендации. Ну вот, любой, вот, например, я имею дополнительное повышение, соответственно, квалификации по клинической психологии. Любой эндокринолог, как правило, вот очень много своих коллег знают, кто сейчас уже закончили и повысились, соответственно, по психологии, получали сертификаты. Вот это, да, немножко другое обучение, нежели там проходят суперпсихологи-клиницесты, то есть более укороченный курс, но мы не лечим там какие-то, да, все заболевания, на свете там нарушение речи какой-нибудь, да, то есть мы лечим непосредственно людей с той же булиминей, да, чтобы мы могли с ними общаться и помогать. Поэтому любой профессиональный эндокринолог вам и психологическую поддержку окажет. Опять же, когда вы идете к эндокринологу, это разговор о том, что для вас персонально пишется набор продуктов. Мы не ограничиваем все, как в интернетах, вот, зеленая диета вам может только то, что зеленая. Или питьевая какая-нибудь. Да, 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 или уберите все углеводы на свете там на долгий промежуток времени, и у человека, естественно, начинается депрессия, нервные срывы. Опять же, я снимал выпуски про дофамин, серотонин, соответственно, как они между собой взаимодействуют, и мы можем там назначить какие-то добавки, если у человека психоэмоциональное тяжелое состояние, там, не знаю, кому-то HD5 досыпать, кому-то трефтофан, в зависимости от анализа крови, и там, анамнеза и так далее. Это все помогает человеку избежать чувства голода. Опять же, когда вы измеряете уровень лептина, и вы понижаете пациенту лептина медикаментозно, у человека пропадает тяга к сладкому, у человека пропадает тяга к какой-то наеданию, да, вообще повышенный аппетит пропадает, когда нормализуется уровень лептина. В целом, нужно просто совет нашим девушкам и женщинам, которые вот страдают этим, это просто в первую очередь обратиться к докринологам. Да, да, по сути, да, потому что это специалист. Там будет и эндокринолог, и психолог, и вот эта вот помощь, она отца будет оказана. Я думаю, что да. Все идем к эндокринологу, к девушке, у кого есть проблемы. Но мы плавно перешли к концу, но у меня есть очень интересующий вопрос, как меня, так и прекрасную половину, часть, так скажем, наших подписчиков, это девушки. Всех интересует? Жена тут? Ничего себе. Ну, дорогие друзья, я очень долго учился, поэтому жениться я не успел, вот, так что, в общем, не женат. Это прекрасный повод написать личные сообщения, познакомиться. Ничего себе. Как ты считаешь, или наоборот, нет, мы не будем? Ну, учитывая, что большинство моих зрителей, они на Камчатке где-нибудь, то есть разбросаны по нашей России, то я думаю, что это неактуально. Ну, в любом случае, я не кусаюсь, можно писать, вдруг я действительно вам со здоровьем чем-то помогу, даже одним каким-то советом, кому-то вот УЗИ, там, брюшную полосу рекомендую, это да. Как ты думаешь, почему такой вопрос возникает и так часто его задают? Ну, мне кажется, то, что все-таки здесь просто играет роль такая, что всем немножко интересно посмотреть, так как, когда вы долго смотрите на какого-то человека, интересно наблюдать уже, становится за его личной жизнью. И это, скорее, больше любопытство, чем какой-то, я не знаю, там кто-то в невесты набивается. Вот, нет, просто, ну, наверное, здесь эффект, чем больше ты становишься медийным, тем больше людям интересно о тебе различных подробностей. Поэтому ждите, кстати, мой выпуск про меня. Я вот почти набрал 100 килограмм, и мы будем, соответственно, худеть. Я вам расскажу, как я питаюсь, как я живу, из чего состоит мой день. Вот, и, соответственно, расскажу, как набрать 100 килограмм, как скинуть 100 килограмм. Ну, это, наверное, больше мужчинам интересно в качестве мышечной массы, но они нас тоже в большом объеме смотрят. Большое спасибо за такие развернутые ответы. Мне кажется, после именно вот этого вопроса-ответа многим будет понятно, как разобраться, там, я не знаю, это минимально со своим питанием, с тренировками, как вообще правильно к этому подойти грамотно. Ну, и самое главное, наверное, это просто не жалеть на себя, так скажем, денег, времени. Ну, и в первую очередь, я бы, наверное, сказала, что нужно обратиться к эндокринологу, если никаких нет знаний. Вот как раз таки. Да, безусловно. Вообще раз в год нужно посещать по-хорошему эндокринолога. Просто здесь я всем всегда подчеркиваю, что уже для всех очевидно, что не стоит надеяться на поликлиники. Но сама идея, что людям периодически нужно посещать врача, она вполне логична. Ну, хотя бы до этого они дошли. Большое тебе спасибо еще раз. На этом мы будем завершать. Напишите в комментариях, как вам понравился выпуск, не понравился. Может быть, есть какие-то вопросы, точнее остались какие-то вопросы, на которые мы не ответили. И, может быть, даже потребуется последующая часть как раз-таки с ответами на эти вопросы. У нас с вами была Ангелина и врач-эндокринолог Сергей. Всем пока! Да пребудет с вами здоровье!